и вот мы возвращаемся уже полуфинал мы опять же будем наблюдать за игрой все того же хэппи рога и посмотрим сможет ли он пройти в финал одно я знаю точно будет такая же быстрая игра будет на самом деле если он будет демонстрировать все такую же крутую игру и дальше то я думаю он выйдет и в финал и в финале покажет действительно круто все ну и смотри пират лара не захотели прочь не увидеть ну что ж не захотели видеть его а он не захотел видеть паладина против него за том что паладином ба да 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 ладно в любом случае с вами все еще я вячеслав сиротин и кто 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 и дмитрий вершинин мой напарник и мой коллега мой сражались к сожалению вот все еще это sgl hs cup номер 3 через неделю 2 2 4 4 до туда регистрируйтесь участвуйте всех ждем на канале подписывайтесь кидайте гусей в чат работяги и все такое да в любом случае везде мы вам рады везде вас ждем все это для вас будьте с нами мы ждем когда у нас начнется сейчас игра ну что как ты думаешь вот после увиден я топлю за дорогу во всех смыслах топлю за счастливого разбойник а у нас почему-то не открывается не открывается не открывается режим просмотра карт второго игрока надо ему написать что пригласил нас сейчас напишем надеюсь он нам быстренько все это сделает сейчас будет закрывать режим просмотра себя ну что ж таки скрыть не чего не работает все сломалось ну капец надолевать опять же потом заходить и надолевнуть сейчас хорошо хорошо квест трога добыл сначала кальдемару ах господи как эти все нюанси и не все заработало да ура мы победили систему спасибо близор там за это их поддержка и непосредственно участие помогло нам исправить все эти неисправности в клиенте на самом деле твои клики мышкой помогли исправить но ладно сейчас что мы можем видеть можем видеть как как легко делать заходят два шага сквозь тень на ту карту которую мы хотим сделать в этом матчапе мы хотим доборка до единственного сейчас ситуацию это глазастик в руке его мы не хотим видеть там понимаешь это выполнение квеста сейчас будет он сейчас получать карту плюс он за нолик еще берет карту при за нолик возвращает еще берет карту он берет три карты у него будет маны да чтобы еще как-то ему нужно либо найти какое-то возвращение в руку сейчас либо нужно найти второго инженера и все квест сделан единственное что нету подготовки что в принципе бы уже смотри узы маны думаешь нет узы маны узы маны смотрится хорошо священный огонь большой монокос долго морской дьявол мусор да все так узы маны в надежде на то что будет какая-то подготовка но то что будет квест представляешь на вот квест заберет да да это же ему по сути делать ничего не надо по факту него будет награда просто его разыгрывает за 5 маны и у него все существа 5 5 так да но это вообще супер фаербол за 5 то есть все заклинания за что 5 да ладно ну ему просто не особо пригодится это любом случае к пришла и на третьих подожди что и не могу у него нету еще одного инженера понимаешь он не будет рисковать он не будет рисковать да 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 это спокойно терпение хэппи рога давай это очень круто ну что любая команда любой паромщик все все четыре карты да в колоде у нас 22 большие шансы шансы вполне себе неплохие факту ну примерно каждая пятая карта его но в любом случае все сводится к тому что шансов 50-50 либо ты и взял либо ты иди взял вот 8 армора секрет мы вешаем разыграем куярка балла отсюда нельзя нельзя отсюда у нас добор элементаля замораживать нельзя тоже давать его охоту с рывком сейчас просто очень мусорно пойдет ученица чародея элементаль замораживают мана змея мана змея если что можно будет разыграть ученицей ой ну изи по-моему пинг и фрост болт и но да но нет ну как это может быть а у ешка все это у ешка здесь же у нас не то но все-таки думаю надо удача прошла нет не надо оденет он сейчас оружие заберет сказать а глаза стиком решила уже четыре урона уже много уже много или нет подожди 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 до много много лицом пойдет тоже в лицо противника вскрывается у нас ледяная преграда 8 армора стакается один сразу отнимается и вход пропускаем здесь же у нас фаерболл заходит что делать пингом сразу в 21 бить и никого не выставлять кредит до секрет можно поставить секрет а у нас от у нас пойдет как существо которое с кем-то разменяется плюс она еще даст добор до особо спд в этом матчапе не нужен такой сильный прям да 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 по идее кстати тени кажется что то у нас а понерфит то у нас это сейчас по сути та же самая карта что и лазурный дракон то есть она везде спд добор карт при хорошем при хорошем монокосте там соотношение прочее слабые статы у дракона просто статы были сильно слишком просто и у него была какая-то квалификация то есть он был еще и драконом то все но если они введут допустим как скиллеры или тип нежить там что-нибудь такое анда инге перебор перебор будет ну мало ли ну и смотри сколько было 24 карты все не заход за не за было остается 19 и карты мы уже взяли пока все еще не пришло нужно можно рискнуть и кинуть инженера ну который даст тоже карте естественно но это очень рискованно и я не думаю что он пойдет на это во всяком случае сложно 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 нас написали про лев коуча ты понял почему нет если честно я вот тоже не понял но я просто тут вчера смотрел челленджер турнир первый официальный по гвинту сейчас маленького в топе вот потому что интересуюсь там буду интересуюсь гвинтом мало того я остановился на том к сожалению же очень много было очень долго он шел там было два русских игроков топ-8 то есть топ-8 был челленджер турнир ну быстренько ты одна одна восьма ну сразу одна четвертая 1 2 и финал на 2 не получается вот 8 игроков на 4 и финал сразу да то есть надо было трех победить чтобы играть два русских было причем один из них попал на трампа другой на лев коуча вот лайф коуч нашего одного выиграл вот на шоу выиграл а наш в свою очередь трампа выиграл в первой же карте то есть трамп проиграл ну трамп тоже известный как хардстоун игрок вот а лайф коуч финал вышел вот я потом к сожалению не уже не досмотрел лайф коуч просто на голову выше всех я поражаюсь просто склада ума этого человека как он в хардстоуне брал топ и постоянно везде в турнирах и вообще в принципе в ладере ну что ж нет лайф коуч очень хорош единственное что его манера вот этого думания до последнего немного обескураживала многих но возможно в этом его фишка какая-то тем не менее у нас у хэппи рога ситуация все хуже и хуже становится хп потихоньку падает у мага уже висит глыба которую ну вскрыть пока шансов нету как карты берутся уже 17 остаются посмотреть сколько урона можно спокойно поставить час не знаю талласа и закинуть просто 11 по лицу как-то не знаю потом с петроглифа достать как-то что-нибудь потому что там нас еще добор даст то есть это вот это просто но это жесть смотри просто пока ты рассуждал священный огонь уже в лицо летел я рассуждал и он сделал этот же ход который только что говорил и поздно при таком отличном начале да все ну не нам нету можно сейчас разменять ну ладно вау какой бы сильный не был такой старт но не сложилось ними микри ничего рост вот и последнюю ему вот эту возвращалку в руку надо было и она так и не кстати мы вот с тобой размышляли на тему того что там четыре карты которые в колоде лежат которые могут пригодиться но там же еще есть и сам инженер еще один то есть там пять карт было которые ему нужны которые ему просто дают победу ни одну из них он не нашел да блин хотя бы тот же ваниш за 0 мани станет на шестом ходу возвращает в руку все да ваниш мог 7 кат плюс мимикрия которая еще бы тебе шанс что угодно шансов было много но не зашло просто это сколько это пять ходов получать четыре хода подряд ничего не пришло но это просто жестко хэппи рок у нас пересаживается на мага тоже будет играть поменялись местами и что могу сказать уроки очень хороший старт он делает квест одевает потом оружие потом мимикрии спокойненько так все разыгрывает да что делает квест а смысле накидывает до начинают выполнять но теперь по сути хэппи рок говорит типа я покажу как играют на маги так он меня выиграл но я сделаю это красивее Нет, там так красиво было. Это моя очередь, вот так вот. Ну да, хорошо, так тоже можно. Что ж, накидывается секрет. Тут тот дег Монозмея, он, наверное, сразу пойдет в ход, тем более, что с ним сделать нечего. Я сплю, или что, 5 секунд прошло, ход не закончен? Ну, возможно, он пошел чай навести, раз отжаться. Я проиграл, я должен форму себя повести, пошел, отжался, сейчас вернется. Стрим снайпер, confirmed. Да, при условии, что у нас еще первая игра на сей день идет на трансляции. Ну что ж, это все-таки пошел Монозмея, без каких-то придумываний лишних идей. В ответ у нас... Он сейчас задумался серьезно, через поставить просто хмелевара в темп? Вау. Ну, не знаю. Вау. Я думаю, он не станет отдавать хмелевара, все-таки он ему пригодится для квеста. Мы просто сейчас уже смотрели одну игру, где вот этого не хватило одной карты. Ну, тяжелый такой достаточно выбор. Либо пытаться занимать стол, как-то что-то в темп отвечать, либо... либо, либо просто оружие. Поиграл на моих нервах, спасибо большое, Эльдемар. Да, просто прожал оружие, не стал им бить. Здесь же у нас пойдет Петроглиф, и будем смотреть, что он там возьмет. Сейчас вот оттуда Петроглиф из Петроглифа, Петроглиф из Петроглифа, и Монозмея просто раскачаем до нелеза. Окей. Изи. А, нет, показалось, фолиант. Как бы не хуже. Фолиант на третий ход, это прям тоже норм. Тема. Мне кажется, можно даже кебаб поставить. О, кабал. Кебаб? О чем я думаю вообще? Какой кебаб? Кушать все еще хочешь? Как это? Как это? Курьер, да? Курьер кабала. Курьер кебаба. Ладно. Спокойствие. Подготовка мимикрея у нас пошла от Вальдемара. Что же он там найдет? Находит он там еще две подготовки. Вау, не повезло. Ой-ой-ой-ой. Да. Ну что, сейчас будет пират? Ну, играть единичку, возвращать в руку 2-1, потому что, ну, очевидно, посильнее будет. А вот будет он его возвращать? Или все-таки Монозмея убьет? Будет. Он может возвращать сейчас Глазастика? Ну да. Для Глазастика не нужно оружие. Ну, он, конечно, меньше урона вносит, но оружие не нужно. Ну, оружие тут всегда будет. С таким наличием карт. Смотрим, что он решит. Да, хочет он все-таки забрать Монозмея, пока он... Да, ну представляешь, там какой буст будет для Монозмея? Да, забирает он Монозмея. И причем добирает его Глазастиком. Ни лицом, ни оружием. И это достаточно такая неожиданная вещь, во всяком случае. Здесь у нас идет фолиант заговорщика без каких-то колебаний. Что у нас оттуда падает? Интеллект чародея, чародейский взрыв и портал огненный. Вау, ты смотри. Соответственно. Еще один пиратик у нас приходит. И сейчас его будут возвращать. Выполнение квеста на пятом. И на шестом он через нолик его делает. И у него останется еще 4 маны. Да, да. Посмотрим, что ему еще зайдет. Какие-нибудь кабанчики, было бы круто. Либо какую-нибудь мимикрию, которую через вторую подготовку сыграть. Секрета нет, но вы держитесь. Да. Чародейский взрыв тратит, не ждет ничего. Вспышка огня добирает панду. И смотрим, что топ-гэкает. Топ-гэкает у нас Вальдемар. Топ-гэкает. Порочный волновой приходит в руку. Разыгрывается у нас опять пиратик. Возвращается он в руку. Не играется, а он на следующем ходу разыграет. Да, на следующем ходу, чтобы на пятерку сразу ударить и не терять его сейчас. Никого не играет, ударяется и переодевает оружие. И на том ходу, то, что он не ударил, было ошибкой. Такой, это уже полуфинал. Можно уже маленько серьезно комментировать. Пропустил один урон. Что у нас тут? Фаербол. Полная рука заклинаний. Полная рука всего. Да, 10 карт у нас в руке. И пора бы что-то уже делать. Хочет он разыграть монетку. Для чего? Для чего может быть монетка? Монетка может быть... Не знаю. Для того, чтобы сделать интеллект чередейский. Обращение в пар. Смотреть мой ужас. И гончарь лака. И гончарь мусор. Чередейский ужас тоже. Ну и обращение в пар. Чтобы что-то было на столе. А здесь у нас пошел, пошел к пест. Да, через подготовку... Я думал, даже можно все разыграть. Ноли кто-то, ноли кто-то и двоечка. All-in такой делать. А Мимикью сначала разыграть не хотим? Ну, говорю ноли кто-то, ноли кто-то. То есть какая разница там? Без разницы. Представляешь, еще подготовка будет? Я просто ливаю. Сейчас посмотрим. И это, и это, и это, и это... Оооо! Это летал. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. 10. Подожди. 10 плюс 10. 20. 21 он наносит на этом ходу. Нет, не 21. Я вру. 16. Почему 21 уже? Панда ходит сейчас? Да, панда ходит, хорошо. 21. Значит. Чуть-чуть не хватает, долетало. Сейчас можно просто ход подольше делать, можно возвратить панду, чтобы она возвратила этого. Он вернет, он будет Мурлока возвращать, наверное, нет? Чтобы на столе можно больше было, нет? Нет, он решил сейчас. И не будет биться. Просто его спрятать, чтобы если что 10 урона он им принесет. Десятка есть, 11 есть. Здесь обращение в пар, через лакея и курьера разобирается. Но у него нет выживания. У него нет выживаемости. Он не выживает. Да, он не выживает. Смотря чем первым ударит. Без разницы. Если пиратиком, то выживает. Он не может так ударить. Быть такого не может. Это гг. Это летал. Что, 2-0? Да. Вау. Что-то хэппирога... Маленько не оправдывает ожидания. Ну что ж. Почему-то. Это, кстати, очень интересная ситуация, что хэппирога проиграл на разбойнике, на квест разбойники. Магу. И теперь проиграл на маге. Мага, да, пересел на мага, проиграл этому же квест разбойнику и думает, блин, что-то вообще какая-то беда. Что же делать? Остался у него его жрец и маг все тот же. И разбойник все тот же. Все осталось. Все осталось, да. А вот у Вальдемара охотник остался. Игра вылетела, говорит Рога. Ну, ничего страшного, как бы. Покинуть надо, да. Подождем. У хэппироги вылетела у нас действительно игра, мы его ждем, когда он перезайдет. Уже выше, уже выше. Да. Сейчас ребята опять спишутся, вызовут друг друга на дуэль и по-мужски решат, кто же сегодня сильнее. Ну, пока у нас пауза, стоит в очередной раз предложить вам подписываться на все наши ресурсы, на все наши каналы, сайты. Да, я думаю, это не лишнее. Сайт sgliga.ru. Там вы узнаете о всех наших ближайших турнирах, о всех результатах наших турниров. А турниры по каким дисциплинам? Турниры у нас проходят по дота 2, по холстону и по дота 2 один на один. Для тех, кто хочет на меду выяснить отношения, это туда. По-пацански, да? Да, по-пацански, все как надо. Вот, также мы планируем не оставлять дела такими, какие они есть, мы планируем развиваться и внедрять другие дисциплины, поэтому если дисциплины, которые вам нравятся, нету среди этих, не отчаивайтесь, скоро они появятся, я думаю. Все впереди, чтобы быть в курсе, группа ВКонтакте для вас, на Твиче канал для вас, все для вас, подписывайтесь, будьте с нами. Да, главное, главное подписывайтесь на Твиче, вообще прям не забывайте, потому что турниры турнирами, но тут как бы еще бывают трансляции подрубаются, алка стримы, все такое, шучу. Хорошая рука у охотника, у него есть монетка. У нас опять жрец повисла. У него есть монетка, у него есть ранняя игра. У нас опять повисла игра. Не, не повисла. Ты посмотри, какая игра ранняя от Роги, от Ханта. Если там еще есть гиена, представляешь? Нет, просто котики, я думаю. Да? Все отлично. Смотри, первого дропа нет у жреца, второго нет. Такое бывает? Ну, как видишь. Вот так вот, да, такая гибкая колода, она достаточно с таким обилием большой игры, ну, большой игры в ранней стадии, вот так вот. И нету ничего. Огневичка решил он играть. И через монетку котиков, наверное. Или через монетку второго. Котиков, котиков, давай топи по лицу. Он просто мидрэндж, понимаешь? Ну, хорошо. Но в любом случае он задумывался и думает, играть или нет. Котики. Это очень сильно будет. И пошли котики, да? All-in. Могу заявить, что это All-in. Да, да. Все, это котики. Как тебе первый ход? Отлично. Три существа на первый ход, с которыми приз не сделает вообще ничего. Плохили он Вальдемара. Вальдемар ему должен сказать спасибо сейчас за это. Тут момент, когда Луна кинула Лунбим, или как он называется там, в кушку. Ну, вот уж не знаю. Вот. И... А у тебя там в резистах все. Не нанесла дамаг. Да. Мясомола. Смотри на этот стол, как же это уже противно, страшно. И сейчас в темп ставить 3-4. Ааа, жесть. Не могу на это смотреть. Сейчас если еще какой-нибудь третий дроп будет. Есть еще котики. Ваааааааааау. Это котики и выстрел это однозначно. Либо просто даже элементальный выстрел. Я бы вообще не торопился так уже выставляться. Но хотя... А что ему бояться? Хотя смотри, здесь идет полный размен в 3-4. Можно сделать, да, по идее? Можно. Я бы не стал. Мне было бы жалко. Ну да, жалко. Нет, это либо котики выстрелы... Отыграть вокруг карты, которая за 4 маны убивает всех с двумя атакой ниже. Но опять же он знает колоду его, он знает, что там нет этой карты. Да? Он знает, что там только Ауешка, это Кольцо Света и Дракон, до которых еще не скоро. Правильно? Ну, я думаю, да. Поэтому это котики и выстрел по лицу и сморг полный. Да? Да. Да, да. Полный стол и полный вперед и не шагу назад. Посмотри на это. Господи. Хочет бабушку активировать? Задумался. Активированная бабушка. Внимание, на всех экранах страны. Бабушка под активацией. Это сильно было, да? Да. 22 хп. Ой-ой-ой. Нет, не будет делать обжор, надо искать ответы. Смотри. Пока такие сомнительные ответы. Да, хорош. Да нет, хорош. Что ж, пока разбирается с Серым Волком, забирает одного из котиков. И что теперь? Будет ли команда взять... Да, да, да. Команда взять, и я думаю, даже разменяться можно элементарем. То, что у него 1-2 роли не решает, но ты не теряешь потенциальный баф, опять же, для гиены. Да, все так. Ну и опять планомерное движение в лицо. Нет, все-таки он отдал одного котика, оставил двух котиков. Разница 1-1 или 1-2 против... Разница в том, что если придет гиена, то тогда убийством котика ты можешь ее забавить. Да, но он почему-то не выбрал это. Да. Ух ты, как лапки-то трясутся у Острозуба. Что-то он, по-моему, неладное чувствует. Вперед он, конечно, командой... Пузико себе трет. А, пузико себе трет, так. Рухносетка у нас в ответ. Это кошмарная карта для жреца-то смерть просто. Ты посмотри, с такой ранней игрой, и как дальше идет в саванну у него. Все по мани. Как тебе? Все отлично. Здесь же что мы будем делать? Все неприлично. Здесь можно книга змея, забрать им кого бы то ни было, либо команда взять и драконит шпион в руха. Какого руха? В того руха. А, я почему-то подумал, ты про кабала говоришь, нет, но нахиляться уже, да? Да. 17 хп у нас осталось. Хотя, мне кажется, да. Дальше смотри, можно лук и с луком питомца. И там либо хаффер, либо лилок. И очень много урона. Это 8, это 11 урона. Ну что? Нет, это саванна. Давай без... Без таких аэрских движений? Слушай, ну кончается ресурс у охотника, я тебе могу сказать пока что. Но у него есть всегда сила героя, которая эквивалентна силе героя жреца, по идее. Да, то есть жрец не отхилится. Но просто на 8-й ход смотри, там какая карта идет. Отдает он котиков. Почему? Почему котиков? Ну, у него, видимо, нету гиены. Думает, что вот это вот одно хп, оно все-таки решает здесь. Элиза идет от хэппи-рога, что в принципе не очень сильно выглядит, честно скажу. Ну, самый сильный ход, потому что она придет под размен с саванной и потом придет зачистка. А вот она гиена, кстати. Тогда мне вообще все непонятно. Что ж, питомец. Леок, отлично. Лук, что у нас по уронам? 14, да. Остается троечка. Леофф, ну я могу сказать что-то, не отхилять. Ну, надо ждать, искать команду, взять, и игра сделана. Просто сейчас пойдет дракон. Да. Дракон идет, он убивает все, кроме Леока. Да. Один офф. Дракона надо чем-то проходить. Опа. А что делать теперь? Здравствуйте, однако. Одного хп не хватает. Выстрел, бабка, пас. А там удваивает жизни, да, Божественный Дух? Это все очень плохо может закончиться для Альдемара. Это просто, это жрец удваивания хп таунту и лечения себя. И у него становится не один хп, а шесть, и он также выживает. Только метку тапдекнуть на следующий ход, спасет его. Если бы сейчас это был какой-нибудь, скажем... Метка, команда взять, все. Если бы вместо бабушки сейчас был бы Острозуб, и он бы нашел бы яд. Ага. Было бы красиво. Он бы нашел даже плюс три атаки, он бы так разменялся и собакой бы красиво добил бы. Кучу вариантов накидал. Я уже все придумал. Осталось воплотить, да. Осталось взять нужную карту. Решил гиену кинуть тоже. Решил оленить. А ему ничего не остается тут. Надо ударяться. И собой, и так. Чтобы он как можно меньше хп ему удвоил. Да. Ух. Нет, лицом не стал. Так. Удваиваем хп. Жрец, удваиваем хп, хилимся. Забираем гиену. И хилимся, живем. Что ж. Итак. Шесть хп у нас остается у хпи рога. А так бы было всего два. Потому что он был 4-6, он бы ударился. Он бы был 4-3, он бы удвоил ему хп, было бы 4-6, а не 4-12. Да. Если бы он ударился луком. Но понимаешь, да, что это так вот неприятно так это все делать, да? Ну конечно. Представляешь, если сейчас придет еще заклинание какое-нибудь, которое скапывает заклинание из твоей колоды, и сейчас просто он столько отхилит, сколько вообще нелегально будет. Давай, посмотрим, будет такое, нет? Ну, сейчас мы увидим скоро. Он сейчас драконида найдет заклинание. И что нам дает драконит? Нет заклинание. А стразуб. Зверя тоже нету. И волк. Волк единственное, что хоть что-то дает. Бафает подразмен. Ну, себя хилять, только себя хилять. Ну, и по-прежнему он пока не спасается. Есть животные. Есть животные, хп тает у дракона. Да. Ну что ж. Представляешь, 3-0 будет? Гиена. Вот оно. А пробивает он? Да. Да, пробивает. Безусловно. Да, сейчас надо биться крысами. Потом спускать собак. Плюс 5 собак. Лицом и собаками, да? Да. Ну, конечно, ты хочешь собак на столе оставить. Это то же самое, как ты на арене играешь за Рогу. Слушай, он хочет бафнуть. Ген. А Луин идет. Ух, 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 ух. Бьется он. Он бьется. А лицом куда? Он бьется. Бьется по лицу. Или в 4-3, чтобы не отхилился. Нет, нет. Нет, ни в коем случае. Нет. Нет. Одно хп. Хэппирог. Что ты придумаешь? Ух, 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 плюс 8. Плюс 8. И он еще и заберет ее. И отхилится. И отхилится на 8 гг. Да. А вот если бы он лицом забрал бы, то... Не на 8, а на 6 всего. Слушай, ну давай Лероя покажи. Лероя? Угу. Ну, по-моему, ты уже тут что-то придумал. Все. Вальдемар отдал первую. Хэппирог показывает, что у него не зря. Стреляй и живи. Стреляй и пропускай. И там собаки бы у тебя были бы. Ну что ты. Ну что ж. 2-1. Признаки жизни от хэппирога. Не будет тут изи катки 3-0. Как минимум. Никогда ни с кем не было 3-0. Ну, кстати, да. У нас сегодня не было 3-0 ни разу. Все с битвой. Все с нервами, с потом и с силами. Кровью. С кровью. Только первая игра, да? Кровью петаха. Ой, все, ладно. Что ж. Пересаживается у нас хэппирог на мага. Сразу ему Алик Страза приходит в руку. Два лакеа медивы и ледяная преграда. У Вальдемара уже после мулигана остается джангль, бабушка и Киена. Здесь же у нас приходит вместо Алик Стразы аркановок и болтливая книга. 2-2. Это 2-2. Следом ледяная преграда. Играется сразу болтливая книга. Из болтливой книги антимагия. Ход передается. И ответить, в общем-то, только бабушкой может. Вальдемар и бабушка смотрятся тут очень неплохо. Здесь же у нас приходит портал. Аркановок. Достаем секрет. Секрет будет ледяная глыба. Здесь мы в размен не идем, я думаю. Да, это бессмысленно. Здесь же у нас приходит спустить собак. Будет играться... Гиена даже, я думаю. Гиену страшновато. Да нет, получит свою вэлью. Пускай будет. Ну, типа, больше никакой сильной игры нет. Вообще, кроме нее нет игры. Ну, кроме нее нет игры. Да. Бабушка будет биться об болтливую книгу. Гиена бафнится на 2-1. Это будет 4-3. И это... Серый волк, получается, вылез из бабушки. Да. Это получается, что сейчас хэппи-рогу придется использовать, наверное, силу героя, чтобы добить после арканолога Гиену, не дать ей расплодиться еще. Бабушка остается на столе. Там же у нас топ-дэк и псая. Нет, есть ход. У него два псая, что ты? Не, я просто что-то пропустил, что он на столе. Хорошо, здесь огненная губа заходит, ледяная губа используется, лакей Медива убивает псаря и ход пропускается. Все вполне логично. Ход заканчивается. Потому что если бы ход пропускался, то это же значит, что он его пропустил. Хорошо. Завершается ход. Завершается ход. Ну и что здесь делать, Вальдемар? Волк у нас приходит. Что, второй псарь? Иолун такой? Выглядит как-то, да, так, ну... А представь, если там обращение в пар. Ну нет. Ну там же вот антимагия упала из книги. Почему обращение в пар не могло упасть из книги? Ну, больше шансов, что там будет какой-то такой секрет нестандартный. Скорьеры копало все-таки. Будет топить по лицу. Жакай играет и джанглер. А почему в таком порядке? Не знаю, потому что он еще не решил, что сделать. Да. Немного он проиграл в один урон. Шесть урона от волка идет в лицо. С волком будет разменяться, я думаю, все-таки. Здесь же у нас лакея добирается волк. Смотри, это плохо, на самом деле. Это был хороший ход. У него появилась цель для псаря. И он может так же накинуть на него острую зубу. А он так и сделает. Сейчас он так и сделает. Да. И две мертвые карты с тельцурки. Мертвые собаки. Мертвые собаки. Нерожденные. Так. Думает. Задумался. Стоит ли играть острую зуба. Да. Все-таки он его будет играть. И будем смотреть, что же он достанет. Было бы очень круто посмотреть там на неистовство ветра. Да, давай. Плюс три атаки есть. Божественный щит, я думаю. Божественный щит, маскировка и три атаки. Три атаки слишком жадно, но опять же приблизит его к тому, чтобы быстрее его убить. Да, божественный щит используется. Ну и в лицо на читы. В чатике пришел вопрос на тему того, что если кто-то проигрывает в финале, он в призовых или придется сыграть еще матч за второе-третье место. Нет, если вы вышли в финал, вы в любом случае в деньгах. Остается только вопрос, сколько денег вы заработали, сколько денег вы выиграли. То есть выход в финал уже дает деньги. Матч за третье место есть, но он играться не будет. Описал, все чистит, но Казакус не играет, по-моему. Казакус не сможет играть. Пламя возьмет, чтобы сейчас 4-3 забрать. Блин, ну маленько с позиционированием Вальдемар тут лажает. Надо было слева поставить от волка. Как ты считаешь? Меньше на один дамаг сейчас нанесет. Да, но что поделать. Что сделано, то сделано. Тут уже назад дороги нет. Можно это заметить и тыкнуть в это носом? Ну, можно, но разве это как бы в нашей компетенции? Кто мы такие, чтобы... Ты для того здесь, чтобы откомментировать. Я комментирую, но... Ты должен комментировать любое действие. Ты к один носом, а не к нам. Залазить прям вообще прям под юбку. Хэппи-рок сейчас сидит в юбке. Шотландец. Вальдемар. Вальдемар. Вальдемар шотландец. Нет, надо прям копаться в грязном белье во всем. В кильте. Так, ладно. Проверяет острозубом, что там за секрет. Понимает, что это армор. Половина из которого уже снята. Ну и остальным, наверное, так же пойдет в лицо. Или будет что-то разменивать. Кстати, сейчас пока два существа есть на столе у Хэппи-рога, может быть собак спустит один. Нет, выстрел, выстрел охота, конечно, выстрел. А почему? Ну что так два урона, что так два урона, по сути. Да пригодятся еще собаки. Просто не факт, что будет еще два существа на столе у противника. Это маг. Чувак, это маг. Почему размин? Не знаю. Я не знаю. Разменивает Куэра Кабала у Волка. Добивает его порталами в Огненной Просторе. 4-4 существа получаешь. Вполне неплохо. Ну и 7-8, конечно. И завершает ход. Можно раскрыть ему ловушку и вообще, в принципе, оставить его на одном ХП. Да, скорее всего, так и будет. Все в лицо, а дальше просто считать, сколько у него глыб есть. А глыб больше нету. Сможет ли он что-то топдекнуть? Пока вопрос. Есть, конечно, интеллект чародея, но тоже... Три карты достает сейчас. Одна приходит сама в начале хода. И две через интеллект. Пока мимо. Две через интеллект. А здесь даже... Послушаем, блин, опасно так. Алекстраза. И волна. Это ГГ. Почему? Он забирает оружие, получает броню. Да, 4. ТГГ крысы бьют и сила героя, плюс там спустить собак. Без шансов. Хэппи-Рок проигрывает у нас со счетом Т1. Маленькая в печали. Да. Вальдемара поздравляем с выходом в финал. Молодец, круто играл, заслуженно проходишь. Первый раз тебя видим и понятно теперь, как ты дошел до финала. Да, и увидим тебя в финале. Еще раз посмотрим, покажешь ли ты там такую же игру. Хэппи-Рога. Да, спасибо, ты действительно круто играешь, очень ждем тебя на следующем нашем турнире. Братиш, как бы на следующий турнир с твоим ником Рога тоже будет обязан, поэтому давай там не печалься, молодец. Топ-4. Топ-4, да. Топ-4 из 224. Это прям топчик. Да, спасибо, ребята, мы пока уходим на небольшой перерыв. А вы выдержитесь, там сейчас будет финалочка. Да, будет финал, в финале будет заруба за деньги. Сейчас будет мясо. Добавляем его. Субтитры сделал DimaTorzok